Что творится в интернете? Иномарка нетрадиционная автозаправочная ориентация и очень страшное колесо обозрения. В интернет-обзоре от Евгения Сенькина. Страшно, аж жуть! Всего-то и надо было сфотографировать колесо обозрения в Пушкинском парке, обесцвесить. И вот картина безысходности и тлена готова. Удачная фотография, отличная идея, атмосферное фото. Получает лайк от нашей редакции. Спасибо вам, Вячеслав Полушкин, за ваше творчество. Рассады и коты, коты и рассада. Саранск хвастается вечными ценностями. Это я про хвостатых. И достижениями сезонными. Во все уголки региона потянулись дачники. Теплеет уже. Можно сажать. А на Ютьюбе можно посмотреть на электроволсы. Железная дорога, которую мы обычно видим с Химашского моста, в другом ракурсе. Не безинтересно, но скучновато. На доске позора, который день обсуждают волосы. Суть проблемы. Некто нарастило себе нечто на голове. Результат не понравился. Пост ВК обсуждения на 12 персон. Главный вывод. Девушки у вас, как правило, и так замечательная растительность. На голове зачем же вы чужое себе клеите? Ответы на этот вопрос можно отправлять нам через сайт или нашу группу. Ждем. Веселье дня. Автомобиль с нетрадиционной автозаправочной ориентацией. В комментариях, кстати, все мирно. Пользователи отметили тот факт, что водитель не блондинка. И нашлись очевидцы другого фейла. Говорят, тот же автомобиль вчера ехал по свежеуложенному асфальту на Ботевградской. Почти сразу за катком. Отвага, что тут еще сказать. А в конце напомню, что в городе есть очень грустное интернет-сообщество. Это группа помощи бездомным животным. Посмотрите и решитесь, наконец, завести себе кота. С котом намного лучше, чем без него. Всего хорошего, ваша дорогая редакция.